Привет, меня зовут Андрей. Сегодня я расскажу о мире кино в 2003 году. А потом, как обычно, покажу тебе его рейтинг, который мы вычислим с помощью этих правил. Мы возьмем период с 2000 по 2018 и определим лучший для кинематографа год. Чтобы это сделать, нам понадобится три параметра. Средний рейтинг всех фильмов по версии сайта IMDb и Кинопоиска, а также общий кассовый сбор фильмов в отдельно взятом годе. Это канал Кинобитва. Поехали! Третий год третьего тысячелетия подарил нам множество крутых дебютов. А правильнее сказать, ряд крутых актеров, впервые показавшихся на экранах кинотеатров. Второй по популярности Инстаграм в мире, численностью в 144 миллиона, имеет одна знаменательная особа – Селена Гомес. В июле 2003 вышло продолжение не менее значимой серии фильмов про детей-шпионов. Селена появилась в нем в незаметной эпизодической роли, рассчитывая сыграть в хорошем кино. Но картина «Дети шпионов 3» оказалась довольно-таки странным проектом, взяв также на вторую роль Селестер Сталлоне, который отхватил «Золотую малину» за свой перформанс. Кстати, у следующих дебютирующих получилась целая цепочка связей. Анна Кендрик, сыгравшая в американском мюзикле «Лагерь», в будущем будет номинирована на Оскар за роль в фильме «Мне бы в небо», в котором также сыграл Дэнни Макбрайт, появившийся в этом году в фильме «Все настоящие девушки». Через 14 лет он сыграет самого себя в фильме «Горе творец». А в этой картине, помимо него, будут еще два сегодняшних дебютанта. Джош Хатчерсон, сыгравший в 2003 году в фильме «Американское великолепие» и появившийся в картине «Мир Мелинды» Зак Эфрон. 2003 подарил миру одну прекрасную француженку, сразу показав ее в главной роли в фильме Бернандо Бертолуччи «Мечтатели». Ева Грин – великолепная актриса с огромными выразительными глазами, которыми она так сильно запоминается на фоне остальных актрис, быстро завоевала популярность. Нам же она известна за такие фильмы, как «Казино Рояль», «Триста Спартанцев», «Дом странных детей Мисс Перегрин» и «Город грехов». В прошлом выпуске я рассказывал, что дебютировала будущая подружка доктора Стрэнджа. Только забыл упомянуть, что сам доктор еще не успел вступить на большую сцену. Бенедикт Камбербэтч. Покоривший мир своим образом современного Шерлока Холмса, а впоследствии сыграв в Стартреке, Хоббите, игре в имитацию и, собственно, получив одну из главных ролей во вселенной Марвел – Доктор Стрэндж. В этом году он поучаствовал в картине Майка Баркера «Убить короля». Сыграл он там простецкую маленькую эпизодическую роль, но первую и уже тогда получил опыт игры с известными актерами. Одни из самых ярких работ в России в этом году создавали режиссеры-дебютанты. Как бы это ни было удивительно, запустив «Молодую кровь» в большое кино, российский кинематограф приобрел немало хороших работ. Один из таких проектов – «Бумер» под режиссурой Петра Буслова, который также написал сценарий к своей первой картине. В фильме все сошлось идеально. Великолепная операторская работа, крутой каст актеров, состоящий из Владимира Вдовиченкова, Андрея Мерзликина, Максима Коновалова и Сергея Горобченко, а также заглавный великолепный саундтрек фильма, написанный специально Сергеем Шнуровым, лидером музыкальной группы «Ленинград». В рецензии одного кинокритика был комментарий, что фильм вряд ли станет народным, из-за присутствия пошлости и активного использования ненормативного языка. Но он сильно ошибся, потому что фильм заимел успех как в прокате, так и в умах зрителей. Да настолько, что я уверен, у многих на звонке до сих пор стоит этот приедающийся мотив. Кстати, фильм стал одним из первых, который попал под микрофон Дмитрия Гоблина Пучкова. Кинокомпания СТВ чуть позднее выпустила версию фильма «Бумер» с шуточным звукорядом под названием «Анти-Бумер». А также по мотивам фильма компания «Гайджин Интертеймент» разработала компьютерную игру «Бумер. Сорванные башни», выпущенную издательством «Ван Ц» и все той же озвучкой Гоблина. 2003-й познакомил нас с квартетом «И» – День радио. Но не в киноверсии, которая выйдет через несколько лет, а в виде спектакля, повествующего о проблеме, возникшей у радиоведущих, и которую они вынуждены решать прямо во время прямого эфира. Помимо известной четверки, в спектакле приняли участие Нонна Гришаева, Михаил Полицеймака, Алексей Кортнев – солист группы «Несчастный случай». Кто видел не одну работу «Квартета», знает о постоянных упоминаниях или маленьких камео Алексея Кортнева или всей музыкальной группы в фильмах «Квартета И». По-хорошему, именно с дня радио, и началась большая любовь зрителей к юмористам. Вернемся к режиссерским дебютам. Андрей Звягинцев в июне 2003-го выпускает свой первый полнометражный фильм «Возвращение». Безумная драма, лучший на моей памяти фильм, затрагивающий тему отцов и детей. Мое знакомство с ним началось случайно. Сидя ночью перед экраном телевизора, в поисках разнообразия досуга и уже со слепающимися глазами, на одном из многочисленных телеканалов я наткнулся на фильм, который уже шел некоторое время в эфире. Не знаю чем, но фильм зацепил с первых кадров и заставил досмотреть его до конца, а впоследствии найти его на DVD и посмотреть еще раз, но уже с самого начала, полностью впитав в себя его повествование. С тех пор к работам Звягинцева и актерскому мастерству Константина Лавроненко я отношусь по-особенному, становясь невольным преследователем их творчества. В России большая часть людей фильм полюбила, но также оказалось и немало противников этой работы. Может это было навеяно критиками, которые поделились поровну, а может еще чем. Главное, что фильм стал редким исключением, получив зрителя за рубежом, и в Италии, и в Испании, и во Франции, и даже в США, собрав там кассу в 500 тысяч долларов. Фильм взял множество наград, но все так же за рубежом, а Андрей Звягинцев получил награду «Открытие года» от Европейской киноакадемии. К сожалению, драма случилась не только на экранах этого фильма. Владимир Гарин, сыгравший одного из братьев, через несколько месяцев после съемок «Возвращение» утонул в Осиновецком озере, под ленинградским поселком Соснова. Именно в этих местах и снимали «Возвращение». Утонул он 25 июня, ровно в день премьеры фильма. Это впервые, когда я скажу, что российский год в кино мне понравился. Да, это по большей части из-за возвращения, но знаете, за дальнейшие 16 лет я больше не встретил ни одного российского фильма, который был бы хоть немного похож по накалу и драме. Едем в Европу. К сожалению, после прошлогоднего взрыва хорошими фильмами, Европа сильно сдала, выпустив кучу посредственных, средних и блеклых картин. Но все же, это пока был еще тот самый европейский кинематограф, способный выдавать ограненные алмазы даже в годы застоя. Во Франции выпустили целых две неплохие комедии. Известнейшие французы, Жерар Депортье и Жан Рено, сыграли главные роли в фильме Францисса Вебера «Невезучие». Основная завязка фильма строится на том, что у одного из героев хроническое невезение, с которым ему и его спутнику приходится справляться на пути к своей цели. Все это приправлено неповторимым французским юмором и, конечно же, харизмой главных героев. К сожалению, фильм с бюджетом в 27 миллионов евро провалился в прокате и собрал всего 27 миллионов долларов, чего нельзя сказать об еще одной французской комедии «Такси 3». Последняя часть франшизы, которая получила оценку в России выше семи. Еще один дуэт, только на этот раз двух режиссеров. В лице Жерара Крахчика, который снял «Такси 3», и бессменного продюсера всех частей – Люка Бессона. В принципе, это была последняя версия фильма, из которой еще не просто доели деньги, а старались привнести какое-то новаторство и идею. Зритель старание оценил, и при мизерном бюджете в 1 миллион 300 тысяч долларов фильм собрал 65 с половиной миллионов долларов, окупившись в 50 раз, что, конечно же, является невероятным успехом. Британец по происхождению Кристиан Бейл, видимо впечатлившись успехом европейского кино в прошлом году, решает сыграть в испанском кино в картине «Машинист». Фильм во многом вдохновлен Федором Михайловичем Достоевским. Режиссер даже оставил для внимательного зрителя несколько пасхалок на этот счет. Так в одном из кадров видна табличка «Преступление и наказание», а главный герой читает роман «Идиот». Помимо всех отсылок, фильм по своему сценарию частично повторяет сюжет романа «Двойник», все того же Достоевского. В фильме много психоделики. Главному герою, который не спал целый год, постоянно приходят различные видения, и впоследствии он просто начинает путать реальность с тем, что показывает ему его уставший и воспаленный мозг. Для роли столь эксцентричного персонажа Кристиан Бейл подверг свой организм невероятным нагрузкам, сбросив 30 килограмм веса меньше, чем за год. В 2002-м в фильме «Власть огня» он весил 83 килограмма и выглядел вот так. Конечно, для роли это дало огромный эффект. Персонаж Бейла порой выглядел в кадре живым трупом, на которого смотришь и не понимаешь, как он еще двигается. Это далеко не последнее превращение Кристиана для ролей, что, видимо, пошло его организму не на пользу. И так, в 2018 году, во время работы над фильмом «Власть», Бейл вновь набрал вес и решил позвонить Гарри Олдману, у которого уже был опыт работы с подобной ролью, в фильме про Уинстона Черчилля. Кристиан хотел узнать, сколько Олдман набрал веса для роли, и после ответа «Нисколько» Бейл почувствовал себя полным идиотом. И вот уже в 2019-м заявил, что зарекается изменять свою внешность для ролей, так как смерть уже смотрит ему в лицо. Самым невероятным и необычным фильмом Европы, безусловно, был «Догвиль». Фильм, в принципе, коктейли странностей, декорации, сценарий и, конечно, режиссер Ларс фон Триер, который никогда не боялся показать все, как и есть. Так, в его фильме 2018 года «Дом, который построил Джек», было столько открытой жестокости, что с показа фильма на Каннском фестивале ушло примерно 100 человек. Но вот парадокс. Оставшиеся зрители в конце фильма аплодировали стоя. В общем, как вы поняли, фильм «Догвиль» никогда и не должен был быть нормальным. Для тех, кто решит посмотреть эту картину, услышав о множестве хвалебных рецензий, но не узнав об этом фильме ничего больше, станет большой неожиданностью увидеть картину без декораций. Нет, они как бы есть, но это лишь наметки, чтобы зритель имел представление о местности, а все остальное дорисовывала фантазия. Вообще, этот фильм полностью призван вызывать эмоции, самые разные, но в основе всех отвращение к людям. То есть, это сатира во всей ее красе. Отмечу еще бесподобную Николь Кидман, получившую в прошлом году Оскар за лучшую женскую роль, а в этом сыгравшую главную роль в этом проекте, также вполне заслуживая еще один Оскар. Как выразился мой брат, этот фильм – это Тарантино на максималках и без юмора. Кстати, сам Тарантино поставил фильм на седьмое место в списке своих любимых фильмов с 92-го года. Европа хоть и сильно сдала в этом году, но ее выручили несколько очень крутых работ. Во всем же остальном она была безумно блеклой и незапоминающейся. Выпустив в два раза больше работ, чем в России, она ненамного ее обошла. Смотря на количество известных фильмов, которые в этом году вышли в Голливуде, складывается ощущение, что там решили выпустить все и сразу, и чтобы обязательно в один год. Так я ничем не могу объяснить выход сразу двух частей Матрицы – «Перезагрузка» и «Революция», с разницей всего в полгода. «Перезагрузка» вышла с 7 мая, а «Революция» 27 октября. Но это не помешало им, во-первых, окупиться с лихвой, вторая часть при бюджете в 150 миллионов собрала 742, а третья часть при таком же бюджете взяла 427 миллионов. Так еще и вторая часть «Перезагрузка» попала в книгу рекордов Гиннесса как самый растиражированный фильм, так как он был выпущен в прокат в количестве 8517 копий. Кстати, создатели трилогии «Братья», а ныне «Сестры» Вачовски, провернули с третьей частью символичный флешмоб, запустив фильм в прокат одновременно в крупнейших городах мира 5 ноября в 6.00 в Лос-Анджелесе по местному времени, 9.00 в Нью-Йорке, 14.00 в Лондоне, 17.00 в Москве, 23.00 в Токио, в час в Сиднее, а также еще в 50 странах по всему миру. На этом выход фантастических боевиков не закончился. Так, Джонатан Мостол решился снять третью часть «Терминатора». Это был первый фильм, в котором никак не участвовал Джеймс Кэмерон, отец-основатель франшизы. Вообще тут многого не было. Например, Арнольд Шварценеггер ни разу за фильм не произнес свою легендарную фразу «I'll be back». Заменив ее на «She'll be back», «Она вернется» и «I'm back», «Я вернулся». Так же, как и режиссер Джеймс Кэмерон, исполнительница главной роли, Линда Хэмилтон, отказалась играть в третьей части, поэтому ее персонаж вообще не появился в фильме. А Арнольд Шварценеггер соглашался играть в фильме, если только режиссером станет Джеймс Кэмерон. Как известно, Кэмерон отказывался ставить фильм при любых условиях. В конце концов, Джеймс посоветовал Шварценеггеру в третий раз исполнить роль «Терминатора», но запросить у студии чертову кучу денег в качестве гонорара. Арни так и сделал. Его гонорар составил 30 миллионов долларов. Фильм во многом должен был получиться совершенно другим, но по многим обстоятельствам вышел, какой вышел. Так даже первые два претендента на пост режиссера отказались от участия в проекте. Ридли Скотт предпочел снять фильм «Черный ястреб», хотя у него с Кэмероном уже был опыт подмены друг друга. Так в 79-м Ридли снял фильм «Чужой», а в 86-м картину «Чужие», продолжение первого фильма, снял Кэмерон. Также кресло режиссера предлагалось Энгу Ли, но тот предпочел снять фильм для Марвел, «Халк», в главной роли с Эриком Банной, который также играл одну из главных ролей в «Черном ястребе» Ридли Скотта, как вы помните, также отказавшегося снять «Терминатора». Квентин Тарантино в этом году выпустил свой четвертый фильм, который стал первой картиной в карьере Квентина, где слово «Fuck you» произносится по ходу действия фильма менее 100 раз, всего 17. Но зато жестокости и боевых сцен тут стало в разы больше. В общем, это был полностью проект Тарантино, сценарий, который он писал в течение 6 лет и прорабатывал все до мельчайших деталей. Так даже на создание японских клинков было потрачено 65 тысяч долларов. А чтобы не менять главную актрису, Уму Турман, которая была беременна, съемки фильма были отложены на год. Вообще, он во многих своих проектах сотрудничает с еще одним режиссером, Робертом Родригесом. За музыку к фильму «Убить Билла» Тарантино заплатил Родригесу 1 доллар. Тот не остался в долгу и заплатил Тарантино, как приглашенному режиссеру в «Городе грехов», тоже 1 доллар. Но пообещал, что во второй части фильма все будет уже по-серьезному, и он заплатит Квентину 2 бакса. Вышел также «Двойной форсаж», «Эффект бабочки», «Плохой Санта», «Школа рока», «Техаска резня бензопилой» и «Брюс Всемогущий» с неподражаемым Джимом Керри, который в свою очередь был в претендентах на роль Джека Воробья. Мммм, «Пираты Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины» вышли в 2003-м. Джонни Депп, без которого теперь невозможно представить эту франшизу, видимо, почувствовал, какой оглушительный успех его ждет в этой роли, и согласился на нее еще когда сценарий к фильму не был написан. Этот проект был полностью под крылом Дисней. Даже идея его создания возникла под впечатлением от одноименного аттракциона в знаменитом Диснейленде. Мировая премьера состоялась, разумеется, в том же Диснейленде, 28 июня 2003 года. Помимо того, что Дисней оказал огромное влияние на создание картины, сам фильм также привнес что-то новое для компании, став первой работой в Walt Disney Pictures, которая получила возрастные ограничения PG-13. То есть на просмотр допускаются только лица старше 13 лет. Образ Джека Воробья тоже прошел через множество переработок. Внешний вид героя Джонни Деппа, его одежда и грим, были подобраны специально для того, чтобы скрыть многочисленные татуировки на теле актера. Татуировка Джека Воробья в фильме на руке актера была не настоящей. Впрочем, после выхода на экраны фильма Джонни сделал себе точную копию этой татуировки в честь своего сына Джека. А золотые зубы, которыми не раз сверкал главный герой, это совсем не грим, а настоящие зубные импланты. Впрочем, продюсеру Джерри Брукхаймеру не понравилось обилие позолоты во рту Джонни, и он попросил оставить лишь пару-тройку зубов с золотым отблеском. А самое главное, незабываемое поведение Джека Воробья Депп смоделировал с одного из лучших своих друзей, Кита Ричардса, почему-то решив, что пираты 18 века очень сильно походят на звезд рок-сцены. В фильме «Пираты Карибского моря на краю света» по просьбе Деппа музыкант сыграл отца Джека Воробья, капитана Тига, а в четвертой части франшизы Ричардс вновь исполнил роль отца Джека. Фильм же в итоге получил целых пять номинаций на Оскар, но так ни одну и не взял, а все потому, что в противниках у него была третья и заключительная часть «Властелина колец». Всего ушло целых семь лет на создание всей трилогии, все части которой снимались одновременно и позже постепенно выпускались. За время съемок было потрачено 900 километров кинопленки, использовано 48 тысяч всевозможных мечей и топоров, задействовано более 20 тысяч актеров, а некоторые вовсе вжились в свои роли настолько, что откликались на имена своих персонажей. Третья часть была столь продумана и выверена, что просто была обречена на успех. Так и получилось. Фильм вторым в истории кинематографа преодолел отметку в один миллиард долларов. Первым был «Титаник» Джеймса Кэмерона. Был установлен новый международный рекорд по кассовым сборам. За дебютный уикенд фильм собрал колоссальную сумму величиной в 250 миллионов. Также трилогия «Властелин колец» получила больше всего номинаций на премию «Оскар». В общей сложности 30 раз номинировали картины Питера Джексона, опередив при этом таких «Титанов», как «Крестный отец» 28 номинаций и «Звездные войны» 21 номинация. Но и это не все. Впервые «Оскар» за лучшую картину достался в фантастической киноленте и также впервые режиссер фантастического фильма был признан лучшим среди своих коллег. Третья часть франшизы была номинирована на «Оскар» в 11 категориях. Как минимум, я уже назвал две, в которых фильм победил. Как думаете, сколько в итоге возьмет фильм? Пять? Шесть? Нет. Все 11 номинаций кинокартины воплотились в награды. Это абсолютный рекорд. Раньше максимальное количество «Оскаров», взятое во всех номинациях, составляло 9 из 9. Последний «Иператор» 87-го и «Жи-жи» 58-го. Помимо этого, второй раз за всю историю кино главный приз киноакадемики отдают сиквелу. До этого премии удоставился «Крестный отец 2» 74-го года. Повторился рекорд, установленный ранее картинами «Бен Гур» 59-го и «Титаник» 97-го. 11 наград «Оскар». США зажгли в этот год, выпустив огромное количество крутых фильмов. Но, думаю, не стоит забывать крутой год в исполнении России. Так что давайте посмотрим, на какую же ступеньку смог забраться этот год. Оценка на кинопоиске составилась... IMDb поставил 6,29, а общий кассовый сбор составил 9 миллиардов долларов. Вот так выглядит финальная таблица годов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иota Торонки —